Как быть мудрым? Я положу основание в двух местах Священного Писания. Первое послание к римлянам, 1 глава с 21 по 23 стих. И первое, взгляд, который Павел нам дает на мудрость, называя себя мудрыми, обезумели. Другими словами, мудрость – это не абсолют жизни. Человек может быть мудрым, но не иметь жизни, или не понимать жизнь, или не быть способным жить достойно, но быть мудрым. Поэтому мудрость не является абсолютом, она является инструментом для достижения. Когда люди вводят мудрость в абсолют, скорее всего, они становятся безумными и, как мы дальше видим, идолопоклонниками. Чуть позже мы об этом более подробно поговорим. Также первое послание к коринфянам, 1 глава, 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством или простотой проповеди спасти верующих. И здесь апостол Павел дает следующую мысль и говорит, что мир своей мудростью не познал Бога. Другими словами, для того, чтобы иметь полноту мудрости, необходимо, помимо знаний, которые предлагает мир, иметь в себе способность откровения от Бога. Потому что если мы познаем весь мир, но не познаем того, кто сотворил этот мир, мы не будем иметь полноценных знаний. Итак, это два места, которые я хочу положить в основании нашего размышления о мудрости. Это две мысли апостола Павла. И дальше я хочу показать вам некий образ, которого мы и будем с вами рассуждать. Братья, пожалуйста, вынесите мне вот эту картину. Я решил сегодня вас не развлекать своими художествами и попросил, чтобы мне заранее подготовили картину. Мы будем говорить из послания к евреям, 4 глава, 12-13 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечной. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Итак, в начале те мысли, которые я вам сказал от апостола Павла, мы видим, что мудрость, она является инструментом. И вот такой образ, я верю, от Духа Святого получил для сегодняшней проповеди «Божье Слово». Я хочу представить сегодня вам мудрость в виде этого меча. Когда Павел писал, он говорил о мече, коротком, обоюдоостром, который обычно использовали римские солдаты на тот момент. Ну и другие армии тоже использовали такое оружие. И сегодня я хочу говорить о наконечнике, о лезвии и о рукоятке. Мы будем использовать три образа в мудрости. И первое – это острие. Острие. Дальше идет лезвие. Оно будет перед вашими глазами. И рукоятка. Чтобы вы могли в любой момент смотреть и обращать внимание. Начнем с вами с острия. Цель острия – проникать. Оно заостренное. Оно сделано так, чтобы проникать через какую-либо защиту. Когда мы говорим о Божьем Слове, и если мы вернемся с вами к мудрости Божьей, к Божьему Слову, написано – оно проникает. Оно проникает. Мудрость имеет в себе способность проникать. И я хочу это отобразить сегодня, как вот это острие меча. Оно преодолевает какую-то защиту и наделяет нас способностью проникнуть куда-то. Она не статично, но реакционно и преднамеренно изменяет свое направление в результате атмосферы. Например, когда Даниил, он хотел проникнуть в тайну Божью. Это пророк из Ветхого Завета. Он хотел понять движение Божьего Царствия, или, точнее, периоды движения Божьего Царствия на земле. 21 день он находился в посте, когда он не имел полный пост, но ограничивал себя. И Архангел Божий, придя к нему, он говорит – я сражался, чтобы прийти к тебе. И я принес тебе Слово. Острие – это способность проникнуть в свою защиту, что-то открыть. Сегодня есть такое слово, как хакеры, то есть компьютерные умельцы, которые проникают сквозь какую-то защиту, чтобы достать какую-то информацию. Часто, к сожалению, это в корыстных целях происходит. Когда мы говорим о мудрости, вот это первое действие мудрости. Также Соломон, он, как молодой царь, стоял перед огромным вызовом, миллионный народ был перед ним. Он вставал на позицию царя после величайшего царя, его отца Давида. Это был величайший помазанник Божий, после которого мы читаем много книг, ориентированных на него. У него была непростая задача. И под грузом этой ответственности он имеет встречу с Богом, и он проникает в тайну Божию. Когда Бог спрашивает, что ты хочешь, он говорит, я хочу быть мудрым. Другими словами, я хочу иметь эту способность проникать, понимать, открывать то, что есть в этом мире, чтобы мне управлять этим великим народом. Итак, когда мы говорим о мудрости, мы не можем не говорить об острие, об этой проникновенной способности мудрости. Я бы назвал это сверхъестественным даром, способностью, талантом, помазанием. Можно разными словами назвать, но написано, что всякий дар, он совершенно исходит от Бога. Это сверхъестественно. Это что-то удивительное внутри человека, внутри его интеллекта, внутри его души, когда человека можно назвать проникновенным. Если вы читали историю Соломона в книге Царств, вы видели, когда Бог дал ему мудрость, первая история, с которой он столкнулся, это было две женщины. Они были, видимо, в одном доме, как там написано, и одна, есть такое выражение, заспала ребенка. То есть ночью она придавила его, и он умер. И чтобы скрыть это, она взяла своего мертвого ребенка, подложила другой женщине, а у него взяла живого. Та проснулась, смотрит на ее ребенок, он говорит, это не мой ребенок, да нет, твой, это мой. И вот эти две женщины приходят на суд к Соломону. И одна говорит, это мой ребенок, и другая говорит, это мой ребенок. Все это происходило ночью, нету свидетелей, нету видеокамер, тогда еще не было установлено в их спальне. Поэтому вот две женщины, обе заявляют о претензии на живого ребенка. Обе отрицают, что они заспали другого ребенка. Соломон это выслушивает, и вот острие, вот мудрость. Он говорит, возьмите этого живого ребенка и рассеките его пополам. И та, которая не являлась матерью этого ребенка, она говорит, сделайте так. А та, которая являлась матерью, говорит, нет, отдайте лучше ей, ну пусть ребенок будет жить. И Соломон вскрывает эту ситуацию, он проникает в тайну самой ситуации. Его мудрость, она проявляется в том, что он как это острие проникает и говорит, вот это настоящая мать. И весь там написано, народ он увидел и убоялся, потому что Бог дал Соломону мудрость. Вот эта вот способность в мудрости, в Божьем слове и в человеческой мудрости, это сверхъестественный дар, талант, помазание, проникать. Также мы читаем в послании Коринфянам такие дары, как дар мудрости, дар словознания, пророчества. Когда мы, общаясь с кем-то духовным человеком, и он вдруг начинает открывать то, что мы понимаем, он знать не может. И часто даже неосознанно человек говорит какие-то вещи, и ты понимаешь, он этого знать не может, но это открывает дело, это как бы вскрывает, оно проникает сквозь ту защиту, которая есть. Также мы можем говорить о технологиях, о продвижении, о революционных откровениях, которые получил этот мир, вскрывая, Бог позволял человеку вскрывать этап за этапом технологичные какие-то откровения. И сегодня мы с вами летаем на самолетах, пользуемся интернетом и так далее, приоткрывая завесу или проникая сквозь что-то, это мудрость, которая открывает. Еще один человек, и я хочу сегодня его историю употреблять, это Ахитофел. Он был ровесником царя Давида, и он жил в тот же самый период, когда царствовал он. И Ахитофел, его называли «уста Господни» или человек, если ты обратился к Ахитофелу, вот тебе повезло так, что ты спросил у него совет. Вот в Библии написано, что спросить, что у него совет, что у Бога считалось равным. То есть вот его проницательная мудрость, способность проникать в дело, понимать, дать именно тот на сто процентов точный совет, это было у Ахитофела. И, конечно, это дар Божий. Но, как мы и говорили выше, и я полагал основание в словах апостола Павла к кремлянам, мудрость не значит абсолютная совершенность. Валаам, он также был мудрым человеком, способным видеть, он так называл себя «человек, имеющий око». То есть он был способен проникать туда, куда другие были неспособны, но он был обольщен корыстью. И корысть в жизни этого человека, она унижала тот дар, и мы имеем его как негативный пример. Точно так же можно сказать и Ахитофеле, этот человек, он был очень мудрым, очень мудрым, но он не был верным человеком, и мы не можем сказать, что он был Божьим человеком. Он имел этот дар от Бога, но он не был Божьим. Когда сын Давида, Ависалом, восстает против своего отца, делает революцию, делает бунт, Давид бежит, и Давид отправляет своего друга к Ависалому. Он говорит, друг, тот не хочет уходить, он говорит, я буду с тобой, я буду вместе сражаться. Он говорит, нет, ты не понимаешь. У Ависалома есть человек, чей совет, если его послушают, он приведет к победе. Давид признает, его помазание, его сила, Божье содействие, оно нуждается в том, чтобы разрушить совет Ахитофела. Вот настолько Ахитофел был мудрым человеком, острием. И он посылает своего друга, и друг дает совет, и совет Ахитофела не слушает, хотя там же написано, совет Ахитофела был абсолютно правильно, тактически выстроен в той ситуации. Когда мы смотрим на острие, именно оно часто в вопросе мудрости привлекает, ибо мы к нему часто стремимся, мы хотим иметь это острие в своей жизни, мы хотим иметь вот эту способность проникнуть, понять, и это то, что восхищает нас. Как мы смотрим успешные бизнесмены, многие изучают сегодня судьбы многих великих людей, создавших компьютерные технологии или продвинувшие конвейеры в машинах и так далее, и так далее. И когда мы рассматриваем, мы понимаем, у них была мудрость, которая была способна проникнуть как бы сквозь время. Они предвидели что-то наперед, они были способны осознать и понять то, что мы с вами потом только поняли, и чем начали пользоваться, а они заработали миллиарды. И многие сегодня стремятся к тому, чтобы получить вот это острие в своей жизни, и оно важно, оно проникает. Но не оно является самым важным в мудрости. Оно важный элемент, сверхъестественный, проникающий, вскрывающий тайны. Ахитофелл современным языком, он взломал защиту Давида. Он сделал Давида безоружным. Он ясно понимал, его ум был простер к ситуации, и он все разложил. Давид потерпел бы сокрушительное поражение. Но у Ахитофела не было чего-то, что было у Давида. И мы переходим с вами к следующей стадии мудрости. Это лезвие. Если вернуться в послание к евреям, там написано, оно проникает до разделения души и духа. И я хочу сегодня дать вам образ лезвия, как то, что разделяет душевное и духовное. Определяет мотивы и перспективы, а также ценности и жизненные ориентиры. Это важная составляющая в мудрости. Когда мы осознали, что нам нужно и необходимо, и тот же Соломон, он приобрел, и Ахитофел, он приобрел это острие. Но точно так же нам важно в своей жизни иметь лезвие. Способность разделять. Способность понимать. Способность судить правильно о той или иной ситуации. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 2 глава, 10-16 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы нас судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, когда мы смотрим на проявление мудрости, мы приходим к духовности. Духовность, братья и сестры, послушайте и запомните, она проявляется не здесь. Ты можешь кому-то пророчествовать, но это не определяет тебя духовным. Ты можешь сверхъестественно предсказать и точно на 100% сказать о чьей-то жизненной ситуации, это не определяет тебя духовным. Ты можешь быть настолько мудрым советчиком, консультантом и настолько продвинутым в этом вопросе, что какая-то тема семейная, финансовая, другая, служебная, ты будешь на 100% прав, это не делает тебя духовным. Духовным делает тебя лезвие. Это способность разделять душевное и духовное. Давайте на примере посмотрим, о чем же апостол Павел говорит. В книге Иезекииль 28.17, когда говорится о Люцифере, мы в прошлое воскресенье немного больше говорили о нем. Написано, от красоты твоей возгорделось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Эта мудрость, она может быть нейтрализована, обессилена, если нету настоящей славы, духовности, разумения, понимания, способности разделять мотивы и ясно понимать, что за ситуация перед тобой лежит. И давать твой совет не в результате этого наконечника, а в результате того, что разделяет. Более внимательно посмотреть на это позволит нам книга пророка Исаии, где Исаия рассуждает о идолопоклонстве. Это Исаия 44.15.17. Я не буду сейчас зачитывать вам его. Там говорится о том, что человек берет дерево, разводит огонь, готовит себе есть, из этого же дерева делает себе идола и начинает ему поклоняться, и говорит, ты мой Бог, помоги мне. Причем мудрость и идолопоклонство, они очень рядом. Если мы в своей жизни имеем только острие, но мы не становимся духовными людьми, скорее всего, наша слава будет тщетной или пустой. Что такое пустая слава? Это потребность в подтверждении своего превосходства. Еще раз скажу. В одном из словарей пустая слава или тщетная слава определяется как потребность в подтверждении своего превосходства. То есть это человеческая, мирская слава, которая не христоцентрична. Она не направлена на Бога. Она не разделяет духовное и душевное. Скорее всего, она более душевная. Давайте вспомним, или с вами вернемся к Ахитофелу, к той истории. Ахитофел, как я сказал выше, он дал абсолютно правильный совет Ави Солому. Но совет друга Давида, он уничтожил или нейтрализовал этот совет. И Ави Солом поступил не так, как советовал ему Ахитофел. Вот когда мы рассматриваем эту ситуацию Ахитофела и Ави Солома, с одной стороны, исходя из военной тактики, совет Ахитофела был абсолютно правильный. Но Ахитофел не разобрался в духовности ситуации. Его совет должен был быть другим. Ави Солом остановись. Ты погибнешь. Погибнут люди, которые идут за тобой. Твое имя будет нарицательным. Твой род будет находиться в проклятии. Совет Ахитофела, он был правильный с точки зрения военной тактики. То есть, вот здесь все было правильно, но у него не было правильного лезвия. Он не был духовным человеком. Он не разглядел. Если бы он любил Ави Солома, он бы давал ему совсем другой совет. Он говорил бы с ним совсем на другие темы и о другом рассуждал бы с ним. Но все, что хотел Ахитофел, он хотел подтвердить свое превосходство. У него была тщетная слава, которая погубила его мудрость. Когда мы говорим о лезвии, это способность, невзирая на то, что, может быть, ты где-то профессионал, что-то знаешь, чтобы гордость в твоем сердце не превозмогла настолько, что ты уже не судишь духовное, недушевное, ты не разделяешь. Ты просто делаешь так, как ты считаешь нужным, исходя из своего превосходства в данной ситуации. Я возвращаюсь к идолопоклонству. Когда мы имеем отсутствие Бога в своем разуме, это приводит к аморальности и идолопоклонству. То есть, Павел говорит, и они не заботились иметь Бога в разуме своем. То есть, у них не было призмы, правильной призмы, через которую они смотрели бы на ситуацию не глазами человеческой гордости, амбиции, знаний, но глазами Божьей любви. Ахитофел не имел Бога в разуме, но он имел мудрость. Я еще раз скажу, иметь мудрость – это не значит абсолют. Нам нужна способность разделения. Не поступить правильно по мудрости человеческой, но поступить так, как это от Духа Господа на данный момент, на данную ситуацию. Христоцентричность – это не религиозная эксцентричность, это способность понять истоки жизни, ее принципы и направления, это взаимодействие с первоисточником. Когда мы имеем лезвие в своей жизни, как мы читали в послании Коринфянам у апостола Павла, только Дух знает, только Он способен разделять, только Он эту черту проводит, эту грань проводит, Он отделяет душевное, и Он показывает нам духовное. Поэтому в нашей мудрости, когда мы хотим быть мудрыми перед Богом, нам необходимо, да и перед людьми, иметь лезвие, иметь в себе эту духовную способность разделять ситуацию. Ахитофел, если бы он был духовный, он должен был бы разделить ситуацию. Мы уже вспоминали этого заветного пророка Валаама, он тоже должен был различить. Бог ясно говорил ему, ничего не прятал от него, но он из-за корысти, из-за того, что ему пообещали большую зарплату, он все равно пошел. Он имел мудрость, но он не различил ситуацию, он не отделил духовное и душевное, и он чуть не погиб. Нам важно иметь в себе эту способность, или мы будем склонны к идолопоклонству. Мы сами себе, как в лего, собираем Бога, если мы не имеем в себе эту способность разделять. Мы поклоняемся Ему, наделяем сами же Его силой, которую не можем Ему дать. Мы гордимся им, и мы защищаем Его. Это безумие идолопоклонству. Образование может быть идолопоклонству. Наш опыт, какие-то исторические знания, они могут быть результатом, который приведет нас к идолопоклонству. Афины, на тот момент, когда ходили апостолы, это был самый город, где было лучшее образование. Написано, они ничем более с любовью и желанием не занимались, как послушать что-то новое. Они были на пике прогресса. Они были технологичны, они были образованы. У них был социальный статус высокий и возможности не работать, а заниматься тем, чтобы слушать, у них были. И когда Павел приходит туда, помимо этого высокого образования, высокой культуры, которую он там увидел, он говорит, этот город наполнен идолами. Это так рядом и это так близко. Иногда, чем более образованный человек, тем более он идолопоклонный человек. Это не обязательно. Но если человек не имеет Бога в своем разуме, он очень склонен к тому, чтобы быть идолопоклонником. И, конечно, вам трудно, наверное, представить ученого человека, философа, который стоит перед какой-то деревянной статуэточкой и поклоняется. Нет, не в этом его идолопоклонство. Как я сказал выше, в сути своей, идолопоклонство – это поклонение самому себе. Ты делаешь идола, ты наделяешь его силой, и ты же ожидаешь от него помощи. По сути, идолопоклонство – это поклонение самому себе, потому что это твой результат твоей жизнедеятельности или деятельности твоего интеллекта. Почему люди, образованные, они близки очень к суеверию, потому что умному человеку трудно признать, что он – результат творения интеллекта и личности, превосходящей его самого. Умному человеку трудно признать, когда у человека есть хорошее острие. Ему трудно признать, что он нуждается в ком-то помимо самого себя. А если в ком-то и нуждается, он делает это так, чтобы это не выходило из-под контроля его власти и влияния, но чтобы он в этом принимал окончательные решения. Отрицание действительности из-за собственных знаний называется неверием. Отрицание действительности из-за собственных знаний называется неверием. А Бог доказал нам свою любовь. Аминь. Пока человек приодумывает философии, теологии, пытается их обосновать, хотя не может их не воспроизвести, не научно доказать, при этом Бог абсолютно по-человечески научно доказал нам. Он был рожден или воплощен в Сыне Иисусе Христе Божье Слово, которое выросло, дало себя распять и воскресло на третий день. Он показал и доказал этот путь. Он полностью объяснил нам суть, смысл и цель творения. Но человек, отрицая действительное, бывает иногда очень агрессивным, продолжая поклоняться своим идолам, хотя воспроизвести эти идолы, как и эволюция, она так и не воспроизведена. Она даже не доказана. Но миллиарды людей обучаются этому абсолютному обольщению человека, который сделал из обезьяны себе идола, отца, которому поклоняется и учит этому детей. И мы сегодня спокойно, мы называли этого идола образованием и относимся к этому спокойно, это безбожие, это неверие. И оно часто агрессивное. И агрессию цивилизации сегодня более и более испытывают такие страны, как Европейского Союза, такие страны, как Канада, в которой принимаются законы аморальные, направленные на разрушение рода человеческого. Не будем останавливаться долго на этом. Третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Сердце его не вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида. Сердце Соломона было склонено. В момент того, что он имел величайшую мудрость, достиг огромных богатств, он так и не стал духовным человеком. Он так и не стал быть способным разделять душевное и духовное. он и так и не понимал, какой дух в данный момент воздействует на него. Ведь многие люди образованные, они даже не понимают, что они подвержены влиянию бесов, демонов и делают многие поступки, несмотря на то, что они очень мудры, абсолютно безумные. Нам необходимо быть духовными людьми. последнее это рукоятка, которая есть в мече и которую я сегодня хочу дать как образ. Это способность сделать выбор, направление, действие. Рукоятка, она вкладывалась в руку воина. И когда даже все это было хорошо, именно рука воина направляла меч, определяла суд. Знаете, я вспомнил, из одного фильма о самураях, как один самурай, которого осуждали, обвиняли, он склонил колени перед своим императором, давая ему свой меч и говоря, если я согрешил, если я против тебя, если я не достоин жить у мертвей, он отдавал свой меч в руки этого императора, показывая, что даже не чувствуя ничего за собою, он отдает рукоятку в руку того, кто имеет законную власть над его жизнью, ему, его императору. Давайте вспомним апостола Павла, это написано в первом послании Коринфянам, шестая, извините, сейчас, первое послание, первое послание, не первое послание, первое, первое послание Коринфянам, четвертая глава, четвертый стих, он говорит, я ничего не знаю за собой, но этим не оправдываю, судья мне, Господь, аминь, он говорит, я за собой ничего не знаю, у меня здесь все в порядке, у меня здесь все в порядке, но даже когда у меня абсолютно все в порядке, я абсолютно уверен, у меня есть проникновенная мудрость, я разделил духовное и душевное, я осознал мотивы и ценности, но все равно моя жизнь в руке, Господа, как часто мы перед Богом пытаемся оправдаться и даже имеем для этого все необходимое, но Павел говорит, мой меч в руке Господа, если он решит судить, пусть он судит, если он решит миловать, пусть он милует, я признаю его моим Богом, в этом и суть отсутствия идолопоклонства, когда мы признаем, что над нашей жизнью есть некто больше, чьи пути не наши пути и к чьим мысли выше мыслей наших, он выше нашей эгоистичной природы, он больше нас понимает в нашем будущем, он больше знает то, к чему приведет это или другое состояние, как один проповедник однажды сказал, если вас кто-то толкнет сильно, и вы упадете, и вы ушибетесь, и вам будет больно, и вы, может быть, разозлитесь, но если вы поймете, что человек, который толкнул вас, он спас вас от надвигающейся на вас машины, несмотря на вашу боль, вы будете благодарны, потому что, если бы машина врезалась в вас, скорее всего, вы бы погибли, мы иногда видим ограниченно, понимаем ограниченно, даже имея мудрость, мы должны сказать, Господь, пастырь мой, Он водит меня, Он пасет меня, Он определяет, я отдаю мудрость в Его руку, я хочу, чтобы Он руководил, написано, соединяющийся с Господом, есть один дух, с Господом, когда мы свою мудрость отдаем этому миру, мир судит нас, когда мы отдаем свою мудрость Богу, Бог судит нас, нам важно понимать эту силу и понимание рукоятки, потому что, если мы в руке сильного, Он поразит врагов, вторая книга Царств 23.10, там говорится об одном еврейском воине, Он встал на поле, и Он начал поражать филистимлян, тогда, когда другие все боялись, и настолько рука утомилась, и прилипла к мечу, и Господь даровал победу великую, в тот день, Он держал этот меч, Он поражал, мы выроним, Бог удержит. Когда все вокруг тебя ополчилось, и враги встали, и тебе кажется, ну даже если у тебя есть орудие, тебе нужно дать свой меч Господу, и Он даст великую победу. Последнее место, которое я скажу, и мы будем молиться. Откровение, первая глава, 16 стих. Он держал, здесь говорится о Христе, это видение Иоанна, Он держал в деснице Свои семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч. Когда мы говорим о мудрости, когда мы предполагаем свою жизнь преуспевающей, мы нуждаемся в мудрости. Цель моего послания не в том, чтобы понизить значимость образования, ни в коем случае. Мои дети, двое старших, учатся в университете, точнее, одна уже закончила университет, второй учится. Я признаю образование. Я считаю абсолютно важным, жизненно необходимым получать образование, навыки. Я не против образования. Я против того, когда образование становится идолом. Когда гуманистическое общество, отвергая силу творения Божьего и Бога над собою, делает свое образование предметом поклонения, становится агрессивным и навязывает свои взгляды многим другим людям, запрещая говорить о Боге. Я говорю о том, что наше острие, оно должно быть. И нам нужно молиться. Нам нужно иметь в себе этот дар, талант. Мамы, папы, родители, мужья, жены, будьте мудрыми, имейте эту проникновенную способность, вскрывайте защиту дел, имейте откровения, имейте лучший совет. Но если вы не будете иметь лезвия, если вы не станете духовными людьми, если вы не поймете, какой дух стоит за этой ситуацией, Ахитофеу имел меч, но его лезвие было тупым и ржавым, а его рукоятка находилась в руках человека-убийцы. Потому что, когда мудрейший человек, которого называли уста Господне, увидел, что его совет не принят, он пошел и закончил жизнь самоубийством. Он направил свой меч против самого себя и убил свою собственную жизнь. Мудрость – это способность обладания целиком того потенциала, который Бог подарил нам. Аминь. Мы должны быть проникновенны, мы должны иметь в себе духовную способность распределять и разделять, и понимать, какой дух стоит за этой ситуацией, и отделять душевное от духовного. И наша рукоятка должна быть соединена с устами Господа. Аминь. Из его уст она должна выходить. Мы должны дать ему власть. Подобно тому самураю склониться перед ним, подобно апостолу Павлу сказать, я ничего не знаю за собой, но я отдаю решение в твою руку. Если буду жить, буду жить. Уйду к тебе, уйду к тебе. Буду богатым, буду богатым. Буду преодолевать трудности, буду преодолевать трудности. Эту рукоятку я влагаю в твои руки, Господь. Направь меч мудрости моей жизни. Аминь.